Добрый день! В прямом эфире на телеканале Юрген. Программа «Рабочий полдень» в студии Екатерина Борж. Начнём. Наш эфир сегодня будет особенно интересен женщинам любого возраста. Ведь сегодня прозвучат много советов и лайфхаков. Как стать ещё более красивой? Мужчинам тоже. Когда вы ещё увидите столько красоты в одном месте? И я с удовольствием представляю первую гостью нашей студии, которая в данный момент уже активно трудится. Это визажист Юлия Матак. Добрый день! Здравствуйте! Сразу, может быть, представим нашу модель, которая нам активно тоже сегодня, активно-пассивно будет нам помогать. Прекрасная модель у нас сегодня. Зовут её Ксения. Сегодня я буду показывать на ней смоки-макияж. Смоки достаточно распространённый и популярный сейчас макияж, поэтому основимся именно на нём. При этом смоки всё-таки уместены, наверное, больше в вечернее время. Смоки может быть дневным. Он может быть светлым. То есть классический смок, мы привыкли воспринимать, что он чёрный либо коричневый. Но смоки также могут быть и светлым, розовым, бежевым, голубым, любым. Сейчас мода нам диктует такие тенденции, что смоки может быть и не только классическим, чисто тёмный век, но также, допустим, с какой-то стрелкой, допустим, цветной. С чего мы начнём? Я свою модель Ксению уже затонировала. Сейчас я буду приступать к коррекции лица, потом далее к бровкам и далее к глазам. Кстати, вот раз уж прозвучало слово «коррекция», правда ли, что макияж на самом деле творит чудеса и можно исправить? Ну, Ксения у нас всё-таки прекрасная, но есть же дамы, которым есть немножечко что подправить, спрятать. Вот творит чудеса? Да, конечно, безусловно. Сам макияж, он может сделать девушку изменить до неузнаваемости. Всё зависит от количества нанесённой косметики. То есть косметика может подчёркивать красоту, совершенно какие-то маленькие нюансы, чуть-чуть тона, чуть-чуть ресничек слегка теней, и девушка уже будет прекрасна. Можно нанести косметики немножко больше и изменить девушку до неузнаваемости. Не отрываю вас, давайте. Что мы? Мы сейчас будем корректировать лицо. Использовать мы будем бронзеры и корректоры румяна. Бронзеры я беру достаточно светлые, так как у меня девушка не смугла, а светленькая, и наношу румяна и бронзер под скулу. Румяна будет находиться немножко выше, а бронзер у меня наношу под скулу, там, где естественная тень. Бронзер — это то, что, грубо говоря, пудра только чуть потемнее. Да, всё верно. Это темнее, чем пудра. Пудру мы, как правило, выбираем в цвет лица, либо прозрачную. Такие корректировки, они нужны всем или, если, например, достаточно выраженные скулы, тогда лучше и не добавлять? Это всё зависит от того, как девушка каждый день красится. Если, к примеру, она затонировалась, то лицо она выровняла, лицо стало идеальным, но оно стало плоским. Поэтому, чтобы лицо у нас было объёмным, мы ведь не плоским, мы объёмные, скулу нужно обратно как бы вернуть. Поэтому бронзер, он, как правило, нужен. Он может сделать лицо более худым, он может при этом сделать его немножко полнее. То есть в зависимости от того, какую цель преследует девушка. Поэтому особенно аккуратными нужно быть, чтобы обратную цель не получить. И выбирать желательно бронзеры, которые идут без рыжины, чтобы не было эффекта кирпичности на лице, как это любят, говорят мужчины. Угу, говорите. Поэтому выбираем бронзер более холодного оттенка, немножко даже с серым подтоном. Такой шикарный саквояж должен быть у каждой девушки? Нет, на самом деле здесь всё самое необходимое именно для визажиста. Если пользоваться косметикой каждый день, то можно раза в три-четыре меньше иметь кейс. То есть всё равно достаточно весомо получается? Ну да. У вас такое большое количество кисточек, если вы позволите, я возьму. Вот они прямо все-все-все нужны ежедневно и при каждом макияже? Нет, у меня, как правило, несколько наборов я с собой ношу, чтобы я, допустим, могла кисточки брать под каждый цвет теней отдельную кисть. Мне это комфортнее, удобнее и быстрее работать. Это обязательно дорогостоящие кисти должны быть? Нет, они могут быть разные. Или даже в канцелярские товары. Мне сам кисти, те, которые продаются для рисования, они на самом деле отличаются от кистей для макияжа. Они тоже натуральные, но они немножко по-другому обработаны. Они более мягче и у них ворс более послушный. И когда мы начинаем красить, ворсинка лежит к ворсинке. А там может такого куда-нибудь уйти? Да, как правило, кисточки, которые для рисования, они потом пушатся со временем. Если правильно ухаживать за кистями, то кисти всегда будут в хорошем состоянии, которые можно брать и продавать сразу. Даже если они, грубо говоря, у вас в использовании. Ну, конечно, такого никто не делает. Ну, я просто перевожу к примеру, что кисти должны быть в хорошем состоянии. И от этого очень многое зависит. А что значит ухаживать за кистью? Правильная обработка кистей. Что это? Не все знают, что кисти обрабатывают лучше специальными средствами. Точнее, об этом знают. Но, как правило, дома обрабатывают мылом или шампунем. Я бы просто шампунем поболтала. Шампунем, да. Мы можем мыть кисти примерно раз в неделю дома, в домашних условиях. Но не стоит забывать, что когда мы моем кисти водой, они от этого становятся пушистее. И когда вы начинаете красить глаза, либо припудривать, то кисточка становится такая вот как метелочка. А это не всегда нам на руку. Поэтому кисточки для визажиста должны, как правило, быть вот такие вот. Ворстинка к ворстинке, чтобы ничего не торчало, в разные стороны. И это как раз таки зависит от правильного их мытья, правильного ухаживания. У нас одна половинка. Готова? Одна готова, да. Будем приступать ко второй. Если у девушек квадратная форма лица, мы можем немножко закруглить с помощью бронзера угол лба. Тем самым это придаст плавные линии и форма лица уже будет более овальной. И линию челюсти можно слегка затемнить. За что вы любите свою работу? Ой, я на самом деле очень люблю свою работу. Я просто ей болею, потому что для меня это смысл моей жизни, для меня это творческая ниша. То есть я сюда пришла, на самом деле случайно, но я очень рада, что я нашла, и что я пришла в какой-то момент времени и начала этим заниматься. Потому что это мое спасение. Я когда в плохом настроении или мне не хватает какого-то драйва, я всегда прихожу на работу, приглашаю моделей, окунаюсь с головой в свою работу, и мне это помогает, вдохновляет меня. То есть я как будто преображаюсь, становлюсь другой. Я очень люблю, мне очень нравится. Сколько времени занимает макияж? Ну, такой вот ближе к дневному. Смотря как и что вы будете использовать. Если, допустим, на каждый день девушка может краситься от 5 до 20 минут. Если визажист работает, то, как правило, здесь больше этапов, здесь больше каких-то мелочей, нюансов и продуктов, которые он использует. И макияж в среднем может длиться минут 40-60. То есть, ну, это все-таки не 2 часа. Не 2, да. А как правильно выбрать тон именно фирму? Как ее? Тут нужно все пробовать. Да, потому что кому-то подходит одна фирма, кому-то другая. Все нужно пробовать, все нужно методом тыка. 46 90 60, телефон прямого эфира. У нас есть телезритель, который дозвонился. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вот у меня такое наблюдение холостяка. Хожу по улицам, и девушки как будто все на одно лицо. И вопрос к специалисту. А не считаете ли вы, что в погоне за модой девушки-то и теряют свою естественную красоту, природную? Спасибо большое вам за такой вот мужской вопрос. Да, на самом деле очень актуальный сейчас вопрос, потому что действительно нам мода диктует какие-то определенные правила, навязывает. Особенно интернет, инстаграм. Инстаграм это у нас отдельная вообще стезя, то есть это отдельный мир, инстамир, инстамакияж. И то, как красится там, у нас в нашем Соктовкаре, в Москве, в нашей России не всегда актуально. То есть если мы посмотрим инстаграм, это в основном сеть американская. То есть там в основном выкладывают ролики, которые смотрят нас в России, это девушки из Америки. А у них там немножко другая, точнее у них там полностью другой подход к макияжу. В каждой стране он разный. В России предпочитают более светлый натуральный макияж и акцент, допустим, делать на глаза. В Америке больше предпочитают делать акцент на коррекцию. То есть именно контуринг лица. То есть разная страна и разные предпочтения. Поэтому наши Соктовкарские девушки, которые берут макияж из инстаграма, в итоге потом немножко и теряют свою красоту и естественность. То есть все дело именно в выборе самой девушки. Она может быть естественной, то есть с собой нанести легкий тон, накрасить реснички и подправить брови. А может нанести толстый слой тона, сильно накрасить брови, ресницы и так далее. То есть это все в плане выбора уже индивидуального. Сейчас контуринг. Следующим этапом что будет? Следующим этапом я буду делать бровки. Брови? Да, формировать бровь. Вы пока тогда трудитесь, оставьте нам, пожалуйста, одну бровь и один глаз, чтобы вы могли сравнить нашим телезрителям. А пока я перемещусь на другую площадку и с удовольствием представлю, где меня поджидает уже инструктор по фейсбилдингу. Ольга Дужкова, добрый день. Здравствуйте. Оля, расскажите, что такое фейсбилдинг? Потому что вроде как телезрители, которые регулярно смотрят наши эфиры, уже знакомы с вами. А вот есть те, кто наверняка подключились впервые. Вот что такое фейсбилдинг? Ну, исходя из названия, фейсбилдинг, фейслицо, билдинг строительства, мы строим лицо собственными руками. То есть это гимнастика для лица с обязательным применением рук, потому что фиксация здесь очень важна. Наши руки тут служат как гантельки в тренажерном зале. Почему? Зачем вам понадобилось? Вот Юлия поделилась, что вот это вдохновение ее. Зачем вам фейсбилдинг? Ну, мне это... Красивая, молодая, зачем? Спасибо. Но не всегда было так. Был момент, когда мои морщинки меня стали смущать, и я побежала к косметологу. И решение, которое мне там предложили, меня не устроило, и я стала искать альтернативу. И в интернете я нашла такое направление, как фейсбилдинг. Обучилась этому сначала сама, базовый уровень, продвинутый. И потом меня пригласили на тренерский курс, где я уже могу помогать другим людям. С учетом их особенностей, уже там знание анатомии необходимо, и знание строения мышц. Сложно обучать других. Понятно, что постичь самой, это зависит от прилежности. А вот объяснить, есть же те, кто быстро понимает, есть кто медленнее понимает. Вот здесь терпимость какая-то нужна. Да, конечно. Но я по первому образованию психолог, и мне это помогает найти общий язык с людьми, найти подход. И, в принципе, необучаемых нет. Даже обезьянку, наверное, можно научить. Это комплекс, это какие-то отдельно взятые упражнения. Что это? Вот как это выглядит для вас, например? Это ежедневный какой-то процесс? Фейсбилдинг – это, конечно, комплекс. Это не отдельная тренировка отдельных проблемных зон, а это именно мы тренируем верхнюю часть лица, центральную часть лица, низ, шею. То есть, начиная с головы, заканчивая зоной шеи, мы все, грубо говоря, качаем. То есть вы прям ежедневно. Сегодня у вас день рождения, с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Вы сегодня, наверное, какой-то особенный комплекс выполнили, чтобы быть особенно красивой. Ну, с утра у меня уже была клиентка, я занимаюсь по скайпу, преподаю индивидуальный курс. И, конечно, я позанималась. Но я не делаю это отдельно, да, у меня много клиентов, поэтому вместе с ними я качаю то, что необходимо. И иногда я выбираю жертву, с которой вместе мы делаем весь комплекс. А других я просто наблюдаю уже. Ну, в любом случае, ведь фейсбилдинг – это вот не разовая таблеточка или укольчик, который делается и помогает в течение полгода. Это труд, это стиль жизни, как правильное питание, так ведь? То есть нужно прям привыкнуть к этим упражнениям и сродниться с ними, получается. Конечно, да. Фейсбилдинг – это навсегда, я так говорю своим клиентам. Кушаем мы каждый день, пьем воду мы каждый день. И упражнения, спорт, движения – это нам нужно каждый день. Соответственно, надо осознавать, если ты уже решил освоить фейсбилдинг-курс, то это будет с тобой на всю жизнь. И, в принципе, это потом не занимает так много времени, как на первоначальном этапе обучения. То есть комплекс из 15-20 минут отлично подтянет вам мышцы, стонизирует, улучшит кровоток, лимфооток. То есть никогда не будет отечности, всегда молодое свежее лицо. А я думаю, что это очень актуально и для мужчин, и для женщин. А я слышала, что даже если есть проблемы с кожей в виде высыпаний, и такая проблема может решиться? Конечно, потому что высыпание – это всегда задействует лимфа, лимфатическую жидкость. А если лицо активно двигается, активно мы по массажным линиям также проводим расслабление, я также преподаю точный массаж, лимфодренажный массаж, то, конечно, все это улучшается. Личко очищается, мы стимулируем отток лимфы, и со временем, конечно, не сразу лицо, оно обретает свое идеальное состояние, как подарок, приятный бонус. А все-таки это нужно для поддержания той природы, которая дана при рождении строения лица? Или можно вот бодибилдинг? Я захотела, я себе вот такую вот накачала, а с лицом что-то такое кардинально поменять можно? Да, хороший вопрос. Очень часто люди спрашивают, что я не перекачаю ли себе лицо. Нет, мышцы на лице… Представила себе вот такие щуки. Банки. Мышцы на лице устроены немножко иначе, чем на теле. Таких больших объемов вы не добьетесь, но что-то уплотнится, улучшится тургор кожи, скулы могут стать ярко выраженными, и также более упругой может стать щеки. То есть если есть такое желание, сейчас скулы очень модны, переход между скулами и щеками тоже можно выразить, более интенсивно качая эту зону, более чаще. Ну вот физкультурный комплекс, ну даже элементарная зарядка, а уж тем более, если это занятия с тренером, предположим, они всегда делятся на такие вот мини-этапы. Мы всегда разминаемся, потом делаем те упражнения, которые нам нужны, и обязательно есть заминка. Вот здесь фейсбилдинг, то же самое? Да, конечно, он соблюдает, вот основную ошибку люди совершают, когда смотрят упражнения в интернете, очень много представлено, и начинают делать без подготовки. Обязательно надо разогреть лицо, разогреть шею, потому что через шею идет основной кровоток в голову и в лицо, и разогреть основные мышцы, которые вы будете качать, и потом их вытянуть, еще надо расслабить. Накачали, напрягли, обязательно нужно расслабление, чтобы был именно хороший тонус, а не гипотонус, то есть ослабленные мышцы, или гипертонус, наоборот, как часто мы спазмируем себе глаза или рот. Что значит разогревание? Вот это как? Это потирать как-то нужно? Нет, это тоже специальный набор движений, так сказать, и оно стимулирует кровообращение, немножечко разогревает, подготавливает мышцу к работе более такой уже серьезной. А можно ли вот эти разминочные упражнения, они ведь наверняка гораздо меньше времени занимают, использовать вообще как-то изолированно? Ну вот нет у меня времени сегодня на полноценный комплекс, могу ли я? Ну вообще ту разминку, которую я использую, она была придумана для Жаклин Кеннеди в качестве основной гимнастики, и в принципе она особо не напрягалась, и использовала только разминку для поддержания своего лица. Поэтому мой разминочный комплекс, он когда-то был таким настоящим фейсбилдингом для первой леди Америки. А мы можем какие-то упражнения именно из разминочной части показать? Да, конечно. Вы можете согреть свои губки, надо будет делать губами звук П. Просто получается зажимать между зубами? Как будто губки обнимают друг друга, да? И обязательно следим, чтобы ничего не заламывалось. Вот так вот не надо носиком делать. Это не очень хорошо считается. То есть мимический контроль также очень важен. Помимо того, что мы занимаемся фейсбилдингом, мы еще себя контролируем. Я не говорю, что и не призываю, чтобы замереть как статуя. Нет, но убрать излишние какие-то движения там не стоит. Да, вот замирать в таком моменте. То есть это минимизируем, да? Да, минимизируем. Это возможно? Мне кажется, мимическое движение лица, они же неконтролируемы. Сейчас я сделала вот так как раз таки. Контролируемы, если есть большое желание, да? Если есть приоритеты. И, в принципе, я не призываю постоянно за собой контролировать, но есть вредные мимические привычки, которые вы можете наблюдать на людях, которые вас окружают. Вот межбровка, да, очень часто она такая остается. Мышцы спазмируются и больше не расслабляются. Коже некуда деваться, она просто повторяет рельеф мышцы, да, спазмированный. То есть на эту зону надо будет вытягивать и активно качать, чтобы это все разгладилось. А как это? Как качать брови? Качать брови есть много способов. На каждую зону есть несколько упражнений, чтобы это все расслабить. И обязательно надо не только вот одну зону качать, а и прилежащие к ней. Ну, то есть это не так просто. А именно расслабление? Вот у меня есть такая проблема. Вот тут я очень часто чувствую, прям, просто мне видно. Я чувствую напряжение, и от этого даже иногда начинает болеть голова. Вот что бы вы мне посоветовали? Так, ну, прежде всего, если брать точечный массаж, у нас есть две точечки у основания бровей, можно здесь надавить и немножечко так помассировать. Это уже расслабит. Точка гипофиза стимулирует все обменные процессы и также расслабляет мышцу. То есть это не только для расслабления можно и... И потом такой прием мы по бровкам, да, разводим довольно сильно. Вот вы по лбу разводите, а у вас, да, надо где межбровочка. И очень так глубоко надо проводить и растягивать мышцу. Именно захватить глубокие слои. Не кожу мы тянем, а вот именно костяшками пальцев мы растягиваем мышцу. То есть, понаите, когда есть какое-то ощущение спазма, мы ведь потираем, растягиваем. Да, да. У нас рука... Не зря мы это все делаем. Конечно, рука выведена наружу мозг, и у нас она очень много делает верных вещей, в отличие от нас, да. Поэтому идем за рукой, и, конечно, ручные приемы, расслабление, вытяжение, они есть в физбилдинге и очень эффективны. Кроме губ разминки, что-то еще по разминочному комплексу? Да, очень много людей, вернее, очень часто печалит носогубка, да, носогубный спазм или залом. От этого есть отличный прием. Это, я его называю, хомяк. Там маска скорби, да? Ну, вот такие борозточки, да, носогубный треугольник. Сначала такая тонкая линия пролегает, а потом уже и складочка добавляется. Чтобы этого не происходило, надо делать хомяка. Только не так быстро. Посмешить себя. Да, не так быстро. Мы тщательно продуваем от каждой щечки к другой поток воздуха и массируем мускулатуру внутреннюю. Тут соблазн сжать другую щеку, да? Да. Здесь надо держать рот по центру. Вы словно играетесь. Воздух передаете к одной щеке и к другой. Торопитесь. Вот. Основная ошибка – это что-то спешать. Это сложно. Конечно. Потому что быстрее и легче выполнить. И устают щеки. А что-нибудь из комплекса, связанное с шеей? Вот хочется вот такую вот линию красивую сохранить, чтобы подбородочек не свисал. Вот что можно сделать? Много что можно в упражнении Маста. Да. Вот эта зона тут проходит, пролегает. Тонкая мышца шеи, подкожная платизма называется. И очень часто она у нас собирается в такую индюшачью шею с возрастом. Чтобы этого не происходило, можно делать очень простое и приятное упражнение. Я называю его глотание мух. Мы открываем рот, поднимаем голову, закрываем его наверху и возвращаемся. Здесь все натягивается. И вернулись медленно. То есть со временем вы увидите, как вот подтягивается весь тонус и сильное натяжение. Будете наблюдать. Только челюсть мы не выдвигаем, а спокойно закрываем рот. Прямо совсем себя контролировать нужно. Да, конечно. И здесь еще такой приятный момент. Зона декольте также подтягивается. Потому что именно шея и зона декольте стареют прежде всего в связи с особенностями анатомическими. А такой вопрос еще успею задать. А мужчины обращаются? Обращаются. Мужчины же тоже хотят быть красивыми. Но робко. А они стесняются, что в основном там женщины присутствуют на моих групповых занятиях. И пока не решаются. Но уже потихонечку, тихими шагами они погружаются в мир фейсбилдинга. Спасибо большое, Оля, что пришли. Оставайтесь такой же очаровательной. А я убегаю к нашим Юле и Ксюше. Как у нас дела продвигаются. О, да, я вижу один глаз. Насушу, да. Совсем прекрасным стал. Совсем прекрасным стал. Бровь. Нарисована верхняя века. Практически закончена. Два разных человека, да? Да, то есть, как видите, макияж смоки может быть не только темным, но и может быть цветным. Это бордовый оттенок перламутрового такого блеска, что сейчас очень актуально и модно. Значит, вообще вот эти вот бордовые, красные, розовые оттенки очень модно. Да, если мы его смотрим хотя бы в тот же Инстаграм, который нам диктует моду. Поэтому чаще всего как раз-таки просят таких оттенков. Почему еще люблю бордовые оттенки, бордовые смоки? Они дают такую невесомую юность. То есть, почему невеста, как правило, просит натуральный макияж, светлый, да? И если в него добавить розовых оттенков, они немножко молодят визуально. Почему румянец розовый? Потому что он естественный. Вот оно как. Естественный румянец, который дает как раз-таки молодость. Поэтому розовые оттенки, они тоже визуально могут молодить. Но при этом не стоит забывать, что красный красному, розовый розовому рознь. То есть, розовые бывают кислотные какие-то, как фуксии, которые не всем подходят, в макияже особенно. И также могут быть натуральные, нежные, практически незаметные. То есть, каждый оттенок, он несет за собой какой-то след. То есть, какой-то психологический аспект. Как вы наносили? Покажите нам на другом глазике. Чтобы смоки был достаточно насыщенным и ярким, необходимо нанести сначала на веко подложку. В качестве подложки, закрой глазки, могут быть кремовые тени. Сейчас очень тоже модные, актуальные. Они могут быть жидковатого вида, могут быть кремовообразные. Это может быть помада. Сейчас тоже очень актуально. Чтобы макияж был стойкий, можно выбирать матовые помады разных фирм. Тут уже нужно на свое усмотрение. Помады тоже сейчас очень актуальны. И как раз-таки они пришли к нам из Инстаграм. То есть, небольшое количество подложки. Это может быть также и карандашный вариант подложки. То есть, карандаш. Мы наносим на подвижное веко. В данном случае я взяла вот такой вот розовый оттенок. Это у меня помада. Я наношу на веки тонким слоем и растушевываю аккуратно, чтобы нигде у меня не было заломов, складочек. Чтобы равномерно распределить. И далее буду растушевывать. Такие глаза, наверное, самые благодарные для работы визажиста, да? Да, на самом деле. Площадь работы большая, глаза огромные. Клиенты бывают разные. Глаза тоже, соответственно, бывают и классические миндалевидные, и с нависшим веком, и с плоским веком, и глубоко посаженные, и так далее. И работа визажиста, задача визажиста приблизить любые глаза к идеальным, к миндалевидным. Вот сейчас вы немножечко форму тоже... Да, сейчас я немножко вытягиваю форму. Ну, то есть на подвижное веко я полностью прокрасила подложкой, то есть помадой. И теперь... Открой глазки. Если вы видите при открытых глазах... Так, сейчас не контролирует лоб, между прочим, у нее морщинки появились. Расслабились. Немножко выношу оттенок за пределы подвижного века. На внешнем уголочке получается по косточке. Это визуально глаз откроет и сделает его более выразительным. И, соответственно, дальше все границы я стушевываю, чтобы не было нигде четких. Потому что смоки, как правило, подразумевает за собой именно дымчатый макияж. То есть он так и переводится, как дымчатый глаз. Когда я все растушевала, я могу приступать к следующему этапу, к нанесению теней. Давайте. У нас как раз-таки минуты на это есть. Успеем? Конечно. Это достаточно быстро. И смоки, хоть и кажутся сложным, но это самый быстрый, самый удобный и самый легкий макияж. Прихлапывающим движением, то есть таким как бы тампующим, мы наносим тени на века. Открою вам секрет, как правильно набирать тени, чтобы они не осыпались. У меня палитра достаточно большая, профессиональных теней. Для того, чтобы тени не осыпались, мы набираем их на плоскую кисточку. Много можно набрать густо. И те комочки, которые у нас образуются на кисточке, мы можем убрать по салфетку. И тогда у нас ничего осыпаться не будет. И работать вы будете чисто. И сэкономите еще. И сэкономите, да. Что делает подложка? Она дает насыщенность макияжу и стойкость. То есть посмотрите, каким насыщенным становится глаз, тени, которые на нем. Интересно, вот при моей цветогаме мне такой оттенок бы подошел? Да. Такие оттенки... То есть такой ближе к универсальному? Он приглушенный. То есть он не яркий, не кислотный, но при этом и не бледный, не светлый. Такие оттенки, как правило, подходят многим. То есть они универсальные. Очень красиво такой оттенок смотрится с голубыми глазами, либо с серыми. Зеленые глаза он сделает более насыщенными, более яркими. С карими глазами также будет красиво смотреться, если, допустим, сделать какой-то более яркий акцент. К примеру, слизистую прокрасить коричневым, либо рыжим, либо даже зеленым. Зеленый он будет контрастный к красному, и яркость макияжа будет добавляться как раз-таки за счет игры цветов макияжа. А вот брови обязательно нужно корректировать? Ведь своя естественная, да, бровь? Если брови... Тоже не маленькая, не совсем тонкая. Если брови свои красивые, широкие, сейчас модно широкие, густые брови, конечно же, можно не трогать, можно просто их расчесать. Но когда бровки неправильной формы, то есть где-то, допустим, есть дырочки, где-то не хватает, и сами по себе брови редкие, то можно слегка просто добавить форму. То есть видите, как на этой брови я ничего, в принципе, не меняла, я просто добавила цвет. То есть закрасила дырочки там, где не хватает своих бровей. А смотрится, да, совершенно по-другому. Хорошо, вы тогда работаете на этом макияже, естественно, не закончился. Есть еще у нас масса советов, и еще один новый гость появится. Но сейчас нам прерваться пора на такую красивую рекламу. Не переключайтесь. Напомню, вы смотрите «Рабочий полдень», и мы продолжаем тему красоты. Никуда не деться, для полного образа нужен подтянутый силуэт. Я с удовольствием приветствую еще одного гостя. Это фитнес-инструктор Оксана Трубецкую. Добрый день. Здравствуйте. Вот так получилось, у меня такая счастливая оказия была. Я была в командировке в выжме, меня там кормили наивкуснейшими рыбниками. Ну вот не удержалась, наелась. Надо отрабатывать. Что мы можем сделать вот прямо в таких полевых условиях? Ну, Катюш, я думаю, что стоит начать, наверное, с разминки, да? Большой такой разминочки, и проработать, наверное, нашу спинку. Самое проблемное... Девочки, повторяйте. Да, давайте. Прием в удобное положение, ручки поставим на талию, делаем глубокий вдох. При выдохе максимально стараемся сложиться. Я посмотрю. Сильнее можно закруглить спинку. Дышим спокойненько, делаем глубокий вдох. При выдохе выходим максимально назад, грудь вперед, еще. Прогибаем, 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 да. Если есть напарник, он может помочь, да, потянуть чувством, Катюша, да? Делаем глубокий вдох. И при выдохе возвращаемся обратно. Делаем, делаем, делаем. А, да? Да, и теперь еще разочек. Вдох, выдох, 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 вперед-назад. Так важно, у нас спинка все-таки такая. Опять же, да, многие женщины носят большие сумки и носят на одно плечо. Получается, что постоянно у них либо это сколиоз, да, искривление. Поэтому такие простые движения. Давайте, Катюша, еще раз. Вдох. Выдох, 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 выдох максимально сильно. Да, прорабатывают, да, 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 прорабатывают нашу спинку, делают осанку красивой, прямой, да. Опять же, самое... Прям-то хорошо, слушайте, аж прям даже голове стало лучше. Опять же, да, самые проблемные зоны, это, наверное, ягодицы и ноги, да, потому что постоянно на ногах, на каблуках, либо это неправильная обувь, да. Я предлагаю проработать такой небольшой комплекс упражнений. Принимаем, да, ножки широко, Катюш, чтобы ножки были стройные, рельефные, красивые. Делаем глубокий вдох, при выдохе начинаем приседать и отводить таз назад. Ого, на каблуках это сложно. Колени не должны выходить за носочки, да, 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 поднимаемся, нет, и обратно вдох и выдох. Представляем, да, что мы садимся на стульчик, а еще лучше на детский стульчик. А, то есть низко-низко совсем. Фиксируемся, вдох-выдох, поднимаемся, да, попробуем сделать 10 раз. Попробуем, да, а как насчет, кстати, вот питания, вот те самые плюшки мы делаем, да, и поговорим еще параллельно. Те самые плюшки все-таки, они должны быть под категорическим запретом любви. Конечно, конечно, если вы любите себя и хотите иметь красивый плоский животик, ну какие плюшки? Я предлагаю вообще... Плюшные плюшки. Нет, я предлагаю заменить вообще все перекусы. Сидим, сидим, сидим. Ладно, аккуратненько поднимемся. Да, 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 давайте пока просто тогда поговорим, да? Ну нет, почему же? Может, мы можем задерживаться просто? На самом деле, самый базовый это 20 секунд. И начинаем каждый раз увеличивать. Ну давайте еще разочек, да? Я просто, наверное, никогда не делала это на каблуках. И выдох. На самом деле, нагрузка на каблуках еще увеличивается, нежели чем на прямой стове, потому что такое ощущение, что вы как бы на подъемчике находитесь. А, кстати, вот ручки вот мы впереди ведем не только для красоты, да? Это ведь для баланса немножко полегче, да? Баланс, прямая, опять же, спинка, да, вы контролируете. Да, глубокий вдох и поднимаемся, да? Слушайте, ох, я прям почувствовала. Внешняя поверхность, да, бедра, как хорошо. А если мы будем делать это ритмично, то мы задействуем уже ягодицы. Ну что, попробуем? Чуть-чуть ритмично, да? Да, попробуем. И раз, два. Вот, не поведала, да, да, да. А давайте попробуем боком, чтобы нашим телезрителям было понятно, как что мы делаем, да? Как я неправильно делала. Раз, на стульчик сели, да? Так. Не до конца. И работаем. Ух, как ты, слушайте, прям. А, да, я почувствовала. Да, да, да. То есть нагрузка... И тут-то тоже есть. Самые слабые места выдают себе в первую очередь. Вот, да, я как раз-таки про еду еще хотела сказать. Перекусы. Что чаще всего вы кушаете? Чем перекусываете? Перекусываю? Я сухофрукты люблю. Я знаю, что это хорошо. Это хорошо, но нельзя злоупотреблять. Да. Содержание сахара в них зашкаливает. Лучший перекус это киви, орешки, да, такое. Можно что-нибудь типа хлебцов, да, самое замечательное. А какой самый смачный ужин можно себе позволить? Самый смачный? Я, конечно, намекаю на жареную картошку, но это подозреваю, что этого я не слышу. Многие люди приходят на тренировку, и там спустя какое-то время, почему я не худею? Я такая, ну, наверное, вы кушаете что-то не то. Ну, да, я кушаю жареную картошку. То есть все, булочки, жареную картошку нам уже запретили. Так, а что же все-таки максимальное можно? На ужин, ну, наверное, все-таки это овощи тушеные, да? Ну, овощи, наверное, можно выпить. Это так вкусно, кстати, вот. Это очень вкусно. Рыба, там содержание витаминов очень, да, большое, грудка куриная. Опять же, из грудки можно столько вариаций всего сделать, различных блюд. И она может быть, кстати, даже не сухой, если ее правильно приготовить. Ну что, проработаем, да? Так, ножки, да, у меня уже ножки почувствовали, да? Начинают ножки трястись. Опять же, я хочу пройти проблемные зоны. Это внутренняя поверхность бедра. Внешняя поверхность, где больше всего скапливается целлюлита. Да? Страшное слово. Да, принимаем удобное положение, баланс на одной ноге. Немножечко слегка присядем. Нагрузка переходит на галифе. И начинаем отводить ножку. Еще раз. Выдох. А если я сейчас выпаду? Я держу, я держу. Выдох. Да, выдох. Еще. Как это сложно слушать. Да, три, два, и один. Я надеюсь, что вы, наши дорогие телезрительницы, сейчас и, возможно, даже телезрители повторяете за нами, да? Пускай повторяют. Опять же, да, упражнения начинаем делать 10 раз и увеличиваем каждый-каждый день. Допустим, стоите на кухне, да, женщины, готовят что-то там где-то, пылесосят. А раз, быстренько ножка и поделали. У меня обычно родные, дети особенно, очень веселятся, когда я начинаю махить ногами, делать время того, как пылесошу. Это же здорово. Катюша, вот я хочу, чтобы вы почувствовали все мышцы. Сделайте вдох, на выдохе отведите, поднимите высоко, я пострашу и подержу. Ага, поднимаем, держим. Слегка присядем, да, нога должна быть, вот. Фиксируем на 15 секунд. Нога немножко неправильно уводит. Ну, конечно, мне же тяжело. Я же держу, я же рядышком. Что вы почувствовали? Я вот здесь почувствовала очень хорошо прям. Ну что мы еще? Излюбленный пресс, конечно же, животики. Ну вот не всегда же получается прям сразу отказаться от булочек. Я рекомендую еще, да, женщинам все-таки ходить на втянутом животе. То есть вдох. При выдохе оставляем животик в твердом положении. Всегда по жизни мы контролируем свое животик. Как мы контролируем мимику, так же контролируем животик. У нас получается, да, при вдохе, на выдохе сразу же осанка выпрямляется, грудь вперед. Походка женственная, красивая. Вот так вот. Вот, да. И смотрите, Катя, вот, да. А что у нас, женщины, расслабиться, да. И пошла, да, как в известном фильме. Да, самое простое упражнение на пресс, опять же, да, которое можно сделать вот просто даже в любом там помещении, где-то, пока вас никто не видит. Делаем глубокий вдох. При выдохе мы немножко делаем покатую спинку, втягиваем в животик, как бы проваливаемся, да. И начинаем. Ручки можно поставить за голову, можно оставить их в любом положении, комфортном. Опять же, баланс одной ноги. И начинаем классические скручивания на выдохе. Мы же всегда такие вещи делаем лежа, нет? Вот, да. А делая лежа, что у нас страдает? Поясница. И мы с вами спокойненько. Да, да, да. Это даже более выгодная ситуация, да? Да. Опять же, да, плюс этого упражнения, что прорабатывается задняя поверхность бедра, да, у нас очень хорошо. Вот пресс надо интенсивно, то есть быстро. А, я сейчас почувствовала, все нормально. Все хорошо. Вот. Все пришло. Ну и из такого уже, да, опять же, если брать, это на заворотике. Работаем корпусом, прорабатывая косые мышцы живота. И сильнее группируемся. Главное группироваться. Сильнее складываемся. Вот, 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 вот. Вот, и динамично. Ну вот, эти всего несколько упражнений, которые мы показали, уже базовые места затрагивают. Да, да. Если делать их ежедневно, то вполне можно подтянуть. Ну, подтянуть, да, держать, по крайней мере, мышцы в том числе. Для большего успеха и эффекта нужно уже, наверное, более интенсивные занятия. Ну, я вообще предлагаю, что, ну, уделять себе внимание, и, конечно, ходить, наверное, в фитнес-залы, да, в тренажерные залы. А как вот выбрать идеальное какое-то направление? Потому что направление, наши телезрители знают, их множество сейчас. И спокойное, и быстрое. И групповые, и индивидуальные. Вот как выбрать свое? Ну, я думаю, что надо вообще, чтобы было комфортно. Чтобы не заставлять себя, да, как многие, опять на тренировку. На тренировку, мне кажется, нужно именно бежать, да, с удовольствием. Попробовать методом вот тыкоп, сходить на стрейч, сходить на силовой, сходить на танцы, может быть, да, направлений много, и выбрать по душе, чтобы было комфортно. В первую очередь, должно быть комфортно с тренером. То есть личность тренера, она тоже весомую, если не определяющую роль. Тренер должен мотивировать, да, и должен привлекать к себе. То есть тренер и сам должен быть подтянутым обязательно, да? И должен еще найти слова. Да, чтобы человека замотивировать, да. Спасибо вам большое. И вы оставайтесь тоже такой же шикарной, очаровательной. А я убегаю к нашим девчонкам. Всего доброго. Я так понимаю, что все уже финальные штрихи? Да, нам остались только губы. Мы будем подглядывать, да, телезрители? Конечно. Для того, чтобы сделать губы красивыми, четкий контур, нам необходим карандаш. Но не обязательно использовать карандаш, мы можем просто свои губы красить помадой без карандаша. Вы, кстати, глазки еще добавили внизу темные. Да, нижнее веко я проработала в коричневой гамме. Потому что прям глаз еще более четким стал красивым. Когда мы красим нижнее веко, он визуально дает нам прорисовку глаз, то есть он округляет глаз. Очень многие, когда просто красят верхнее веко, они забывают про нижний, и глаза у нас визуально немножко становятся уже. Поэтому нижнее веко красить рекомендую вам. Какая-то основа под... на губы должна наноситься под карандаш и под помаду? Не обязательно. Можно нанести на губы бальзам обычный, который губы смягчит и сделает их более мягкими и более увлажненными. Потому что на мягкие губы намного проще нанести карандаш и помаду. Можно затонировать губы тоном, если, допустим, хочется поменять цвет какой-то, либо сделать их слишком светлыми, либо наоборот, добиться более ровного тона помады. Можно карандашом закрасить губы, а можно просто нанести контур и сверху помаду. А переходы цвета сейчас актуальны, градиент такой? Да, сейчас эффект амбре он актуален. Я думаю, что он актуален будет всегда, потому что это красиво, это модно. Мы на внешние уголки можем добавить оттенки потемнее, а на светлые уголки более, ой, на внутреннюю часть губ более светлые оттенки. Допустим, я беру оттенок светлый на серединку губ. А сколько в арсенале у девушки должно быть оттенков помад? Не обязательно покупать их много, можно купить каких-то три оттенка, которые будут нравиться, и просто их смешивать между собой. Допустим, можно взять какой-то светлый, светло-розовый, светло-бежевый и красный. То есть благодаря смешиванию вот этих цветов уже можно получить несколько других. Мы можем показать финальное уже, потому что прощаться нам пора с телезрителями? Да, конечно. Сейчас я быстренько докрашу, и можно будет. Ксюша вот такая у нас очаровательная и прежде, а сейчас особенно роковая, да? Такой эффект. Глаза темные. Темные оттенки, они как раз-таки дают этот роковой эффект. Причем красивые глубокие оттенки. Спасибо вам большое, что пришли в студию. И вам я тоже желаю очаровательности. Трудитесь дальше на благо нашей женской половины Республики Коми. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам. И нашим дорогим телезрителям я напоминаю, что посредством функции видео по запросу IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир, пересмотреть все нюансы, которые подсказывали эфир рабочего полдня, или посмотреть записи всех эфиров на сайте нашей телекомпании. Впереди выходные. Желаю вам продуктивно отдохнуть. Увидимся в понедельник ровно в рабочий полдень. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова